МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях художник по стеклу Ирина Ягодкина. Здравствуйте, Ирин. Здравствуйте. Ну, на самом деле, можно было бы долго перечислять все ваши регалии, все то, что вы умеете, знаете, о чем рассказываете нам, рязанцам. Но для начала давайте поговорим о вашей арт-студии, арт-студии Ягодкиных. С чем там можно познакомиться? Какие мастер-классы вы проводите? Какие экскурсии? И чем там будет интересно детям и взрослым? Спасибо, что меня так представили. Это мне очень лестно. И особенно потому, что мы начали со студии. Потому что это действительно очень важно, очень такой глобальный для нас с мужем проект. Это наша семейная студия, наш творческий союз в том числе. И студия родилась на базе наших двух мастерских. Моя мастерская – работа со стеклом, и у мужа ювелирная мастерская. И вот так сложилось, что у нас появилось пространство, достаточно большое помещение, в котором эти две наши мастерские располагаются. И есть еще большое помещение для мастер-классов. И мы можем людям не только показать и рассказать. И мы можем любому желающему дать попробовать, почувствовать себя повелителем стекла, создать свои собственные украшения. А муж проводит мастер-классы по ювелирному делу. И что самое, наверное, для нас еще интересное и ценное, то, что мы имеем возможность познакомить наших гостей с тем, как развивалось ювелирное дело, работа со стеклом на протяжении тысячелетий. Мы дружим с нашими археологами со Старой Рязани и пытаемся на наших экскурсиях показать весь процесс. То есть, насколько это позволяет, конечно, у нас реконструирована ювелирная мастерская, мы одеваемся в костюмы, мы даем попробовать некие манипуляции совершать нашим гостям, чтобы люди могли представить хотя бы отчасти, как это происходило тысячу лет назад. Затем мы переходим в мою мастерскую, где я показываю уже современную работу со стеклом. Это горелка, специальные очки, весь антураж. И вот именно эти моменты людей заинтересовывают, заражают, они после этого идут уже более глубоко изучать историю или они приходят на мастер-классы. То есть, наша задача – пробудить такой интерес первоначальный. Вы сегодня с собой принесли очень много изделий. Я так понимаю, все это сделано вашими руками? Да. Когда смотришь, очень сложно понять, поскольку это все твердое, застывшее, что это, в принципе, можно каким-то образом сделать. Как же проходит работа со стеклом? В стекле самое волшебное и завораживающее то, что оно при высокой температуре приобретает свойства жидкости. И когда я нагреваю стеклянные палочки муранского стекла до температуры порядка 1000 градусов, стекло становится жидким, тягучим, пластичным. Из него можно делать все, что угодно. И наматывая на металлическую основу эти витки стекла, каждый раз я беру новую палочку, это новый цвет, добавляю туда сусальное серебро, сусальное золото. В общем, множество всяческих приемов, благодаря чему можно сделать абсолютно разные по цвету, даже по текстуре, по форме изделия. Мы в том числе знакомы и с вашим мужем, с ювелирными изделиями, которые он создает. Знаем, что он сейчас работает над реконструкцией Старо-Рязанского клада. А в вашей работе, не знаю, может быть, в совместной работе именно древнерусские мотивы, Старо-Рязанские, в чем выражаются? Да, вот это, кстати, был один из моментов нашего творческого соприкосновения. Совместные работы по созданию колье по мотивам Старо-Рязанских украшений. Это первая наша совместная работа, где я делала стеклянные бусины, а Иван делал металлические серебряные подвески. Мне больше интересен аспект не точной реконструкции, не повторения, а аспект стилизации. Когда, например, я беру форму бусины, исторической зерненой бусины, которая имеет форму конуса, найденную в раскопках тысячи лет назад, точнее, найденных недавно тысячелетней бусины, и я пытаюсь из стекла повторить либо форму, либо цвет, либо текстуру. То есть, немножечко переиграть, новое прочтение дать, потому что делать точные копии для меня, например, смысла нету, потому что мне хочется все-таки свое найти. А Иван очень заинтересован точно так же и переосмыслением старинных орнаментов, но и ему очень интересно выполнение техник, сложных техник, которые использовали старые ювелиры. То есть, это перегородчатая эмаль, это зернь, это скань, то есть, очень такие, очень серьезные, кропотливые, дорогостоящие техники, материалы, которыми не так часто сейчас занимаются ювелиры, просто в силу дороговизны и времени. И в этом, конечно, я очень горжусь своим мужем, вот его таким серьезным и глубоким отношением к истории, к историческим предпосылкам и корням нашего творчества прикладного. Насколько на сегодняшний день люди интересуются, интересуются своей историей, интересуются какими-то новыми технологиями, в том числе и тем, чем вы занимаетесь? Хотелось бы сказать, что люди, может быть, не так много знают, но когда ты им чуть-чуть начинаешь рассказывать, а еще лучше показывать, то здесь интерес огромный. Когда приходят к нам группы экскурсии, дети, взрослые, и, возможно, впервые слышат о старой Рязани, которая таит в себе сокровища, в том числе и ювелирные, и мы рассказываем, как вот в тех же техниках можно сейчас делать украшения, какие-то знакомим с какими-то моментами, и видно, что у человека как будто глаза открываются, и такой восторг и интерес к истории, к тому, что у нас было, и к тому, что кто-то этим сейчас занимается. Ну и, конечно, безусловно, к моей современной работе со стеклом тоже интерес большой, потому что это, как минимум, очень зрелищно. А можно только посмотреть, как вы работаете, или и самим попробуете? Вот, это самый главный момент в работе нашей студии. У нас можно все попробовать самим. То есть, как правило, интерес начинается с экскурсии, человек увидел, а дай-ка я попробую. И, конечно, можно записаться на мастер-класс. Это может быть всего лишь, а да, единственная первая и последняя бусина. Кого-то цепляет этот интерес надолго, человек приходит снова и снова, делает более сложные вещи, потом сам из них создает целое украшение. И в конечном итоге может стать профессионалом. То есть, у нас можно попробовать все. И работа со стеклом в технике, лэмп-ворк, и ювелирное дело. Буквально на днях в стенах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открылась ваша персональная выставка, ваша и мужа. Как это случилось? Какие чувства вообще испытывает художник, когда ему предлагают выставить свои работы в таком музее? Правильно спросили про чувства, потому что это, безусловно, гордость, это ответственность, это воодушевление. Потому что у нас были некие небольшие выставки. Мы представляли часто на фестивалях себя. Но так, чтобы целостно работу мою, работу Ивана, работу студии, да еще в таком благодатном историческом месте, это, конечно, ошеломительно. Мы приняли это предложение с радостью, стали готовиться. И, как мне кажется, все-таки выставка удалась, потому что люди могут увидеть действительно и работу со стеклом, готовые работы, и работы ювелирные, и то историческое направление деятельности нашей студии, о котором я говорила. Ну и вообще у нас там достаточно красочно, ярко. И я думаю, что мы смогли передать те позитивные эмоции, которые мы сами испытываем от нашей работы, и которые мы стараемся людям подарить, привнести в их жизнь и заразить вот этой вот творческой ноткой. Ирина, спасибо вам большое за ту работу, которую вы делаете, за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы вам желаем, конечно же, творческих успехов. Спасибо большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова